Владимир Путин проиграл стратегическую войну в Украине. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Не будем путать тактику со стратегией. С точки зрения стратегических целей Путина он уже проиграл. Его стратегической целью было положить конец суверенитету и независимости Украины, стереть ее с карты, включить в состав России. Кроме стратегических, Блинкен упомянул и о тактических планах Кремля. Между тем, на востоке Украины продолжается тактическая, ожесточенная битва с российской агрессией. Украинские силы отступают. Есть успехи у одной стороны, есть успехи у другой. Но в действительности важно то, что со стратегической точки зрения Путин не добьется успеха в том, чего он пытался достичь. Энтони Блинкен, государственный секретарь США. По факту, поражение путинским войскам можно было засчитать, если не после провала так называемой специальной трехдневной операции, так точно после отвода войск из-под Киева весной этого года. Начался у россиян проигрыш на оперативном уровне, в результате которого они были вынуждены вывезти свои войска с территории северо-житомирской области, киевской, черниговской и сумской. Тот комплект сил и средств, который первоначально задействовала российская оккупационная армия, его явно недостаточно для того, чтобы оккупировать страну 40 миллионным населением, вооруженные силы которой ведут яростное сопротивление. Российский диктатор был уверен, что захватит Украину за три дня. И мысли эти, по крайней мере по логике Путина, были не беспочвены. Ведь окружение бункерного тирана внушало своему господину. Украинцы ждут российские войска на своих территориях. И русские войска в Украине действительно встретили. Только не хлеба с солью, как встречают гостей в Украине, а как врагов, которые пришли в Украину с оружием и принесли с собой кровь и мрак. Судя по уровню истеричных заявлений, как чиновников уровня запасного президента типа Медведева, так и прочих пропагандистов, которые буквально исходят ядом в эфирах общенациональных пропагандистских российских телеканалов, совершенно очевидно, российские чиновники понимают, что война приняла тот формат и тот характер, на который они не рассчитывали. И, безусловно, они прекрасно понимают тенденции, которые в настоящее время формируются в мировом сообществе, приведут, в конце концов, к тому, что Россия как государство потерпит крах и будет ликвидирована. Тем не менее, на украинской территории сейчас идут ожесточеннейшие бои. Кремль внес коррективы, свои первоначальные планы и сосредоточил те имеющиеся у них силы и средства на относительно небольшом участке Российско-Украинского фронта, в том числе на востоке нашей страны, где идут активные боевые действия в районе Лисичанска, в районе Краматорска, районе Славянска. Сложная ситуация у нас на севере и северо-востоке Харьковской области. Там россияне также сконцентрировали достаточное количество сил и средств, направленных на то, чтобы создавать достаточно серьезные проблемы для действий украинских войск, которые проводят контрнаступательные действия с целью выхода на государственную границу между Украиной и Российской Федерацией. Понимая, что проигрывает, Путин готов применять любые методы, чтобы не допустить поражения или по максимуму сгладить свою неудачу. Именно поэтому в прошлое воскресенье российская армия нанесла удар по украинской столице Киеву, где под завалами жилого дома погиб муж гражданки Российской Федерации, а их маленькую дочь еле успели спасти. Начало рабочей недели в Украине принесло еще больше крови и горя от российских ракет. В этот раз они попали в торговый центр в Кременчуге Полтавской области, где находилось около тысячи людей. Итог – 20 смертей на совести российских чиновников. Интересно, это и есть путинская победа, к которой он так стремится? Россияне используют в связи имеющийся у них арсенал сил и средств, кроме разве что ядерного, химического и биологического оружия, для того, чтобы принять украинскую армию, сдаться, и, соответственно, украинский народ покорится требованиям Кремля. Это не существует непредвиденных обстоятельств. Война фактически идет народная, война идет за выживание Украины как государства, и поэтому война принимает затяжной характер. И впереди нас ждет очень много тяжелых времен. То, что мы в этой войне защищаем свои права на жизнь, защищаем своих родных и близких, защищаем свою жизнь. И свое будущее, собственно говоря, является тем самым аргументом, почему мы воюем. С какой целью вырвались на эту территорию, на нашу территорию российские оккупационные войска, также совершенно очевидно, не выполняют преступные планы хозяина Кремля. И в этой борьбе, безусловно, украинской армии на стороне добра и света, российские оккупационные войска – это зло, тьма, которые должны быть уничтожены. Добро, как известно, всегда побеждает зло. Путинское зло заставило украинцев по всему миру работать каждый на своем месте, как единый механизм. Работать, чтобы жить. Работать, чтобы победить зло. И нашей стране это непременно удастся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова